Всем привет! Меня зовут Алина. Добро пожаловать на мой канал. Если вы здесь первый раз, то обязательно подписывайтесь. У нас здесь большая дружная семья, такой кружок по интересам. Постоянно делимся друг с другом какими-то актуальными новостями, трендами, фэшн-индустрией, либо какими-то косметическими новинками. Сегодня у нас будет такая достаточно регулярная рубрика. Вы наверняка ее уже встречали и на других каналах. Она обычно называется фавориты. Я немножко переначала это название. У меня называется 8 или 7 любимых вещей за предыдущий месяц. Сегодня мы будем говорить о любимых вещах за сентябрь. Как бы это ни было смешно, утром я как-то собрала все вещи, которые мне больше всего нравились, которые я чаще всего использовала в прошлом месяце. И поняла, что среди них только витамины, еда и теплые вещи. Особенно часто меня спасают вот такие витамины Супрадин. Я не знаю, я пила большое количество и сайхербы какие-то заказывала. Вы наверняка знаете, да, как я люблю этот сайт. Но в моменты, когда я начинаю заболевать, простуда у меня, либо какие-то недомогания, я пропиваю курсом такую баночку и вроде как проблемы все отступают. То есть как-то позитивнее мысли сразу появляются. Так что тоже могу вам посоветовать. Наверняка здесь есть противопоказания, поэтому обязательно читайте. Но если вы регулярно принимаете различные витаминные комплексы, я думаю, что вы уже в курсе, что вам подходит, что вам не подходит. Следующие мои фавориты, это, конечно же, чаи теплые, согревающие, которые меня действительно спасают. И больше всего на свете, какие бы я ни пробовала в Москве, то, что я покупала, я все-таки люблю чаи с сайта Айхер. Это чай вот и этот, и этот, мои любимые, с корицей и с персиком от марки Bigelow. Они безумно вкусные и насыщенные. Конечно, для любителей такого терпкого черного чая они не подойдут, потому что они достаточно мягкие. Вот этот чай с персиком, он вообще на травах и не содержит кофеина. А это черный чай, вот который с корицей. Уже в который раз заказываю себе такой чай в жестяных банках. Первый раз его увидела у Ани Станьяны и тоже захотелось попробовать. Называется Winter White Earl Grey. То есть это Earl Grey, но именно белый чай, не черный. Внутри идут такие треугольные пакетики. Вы наверняка такие видели. То есть здесь не порошковый чай, как в других, например, а именно листовой измельченный. Очень приятно заваривать. Насыщенный яркий аромат. И мне очень понравилась идея дарить такие коробочки в качестве презента своим друзьям. Или когда у вас гости, думаю, что людям будет приятно, они оценят. И это такой приятный знак внимания. Поэтому я сейчас сделала заказ на 4 такие банки, чтобы у меня на всякий случай были. У меня мама приучила с детства, что должен быть какой-то ящик с набором подарков. Потому что никогда не знаешь, что случится. Ну, в плане того, что тебя могут в любой день позвать на день рождения или на какой-то праздник. А тебе даже будет нечего принести с собой. Еще один продукт, относящийся к еде, купила в «Азбуке вкуса». И это 4 или 5 банка, при том, что мы не так давно распробовали этот соус. Он горчичный. Я очень люблю в одном ресторане в Москве салат. И там очень оригинальная заправка с горчичной. Прямо вот с этими шариками. Она безумно вкусная. И я что только не делала. Покупала сама горчицу, смешивала разные соусы. Ничего не выходило. Это самый мой любимый соус, как дрессинг к салату, вместо майонеза или масла. И, в принципе, для любой еды я просто, мне кажется, лью его сейчас на все. Не знаю, где его еще можно купить. Но знаю, что у «Азбуке вкуса» есть доставка. Последний раз я там и заказала себе сразу несколько банок. Оставлю внизу обязательно ссылки, как всегда, на все. Называется соус «Био Бандит» с горчичной, с медом, куриным крылышком и мясом на гриле. Но, как вы поняли уже, что я его добавляю абсолютно ко всему. Так, я решила ради приличия вставить несколько своих бьюти-находок. И первое – это теперь компактный у меня есть BB крем от Эрбориан в форме кушена. Я, если честно, отношусь к тем людям, которые обычно утром накрасились, ушли из дома и забыли подправить макияж. И сейчас я стараюсь воспитывать в себе это чувство, потому что часто бывают какие-то мероприятия вечером и так далее. И я стараюсь брать с собой какие-то компактные версии, хотя бы карандаш для губ. И я безумно рада, что у меня появился теперь любимый BB крем, который я использовала все лето. Такой компактной версии. Выглядит как обычный кушен. То есть здесь специальный спонжик, он не антибактериальный, но в плане там не размножаются бактерии. Вы делаете такие похлопывающие движения сперва по кушену, в переводе с французского это подушка, вот это вот сам спонж получается. И потом подправляете макияж. Как компактная пудра, только тональный крем. И он меня выручал уже, честно говоря, много раз. Теперь ношу всегда в сумочке. Хаворит номер пять решила показать, так как вы меня очень часто спрашиваете про линзы. У меня зрение почти минус четыре уже. Наверное, это генетическое, потому что у меня начало падать зрение в тот же момент, что и у моего папы. Там лет в одиннадцать, мне кажется, или в тринадцать. Сперва был небольшой минус. И, в общем-то, он дорос до того же предела, что и у моего папы. Поэтому для меня вопрос линз, честно говоря, очень сильно важен. Потому что от очков, от душек, от ободков у меня все время начинает болеть голова. Хотя я не отношусь к тем людям, у которых с этим проблема. У меня именно болит, когда что-то давит на виски, даже от шапок бывает. Так вот, поэтому я всегда носила линзы, сколько я себя помню. И очень долго их подбирала, потому что у меня часто бывает сухость в глазах. А к вечеру у меня бывало такое, что линзы просто вываливались из глаз. И недавно нашла линзы, называется Dailys Total. Они на каждый день от компании Alcon. Я обязательно тоже подпишу внизу, чтобы вы ничего не перепутали. Стоят они в районе двух с половиной тысяч за пачку. Покупаю всегда в очкарике, потому что когда-то сравнивала цены. Там были прилично дешевле. Поэтому всегда езжу туда, когда мне надо купить. Для меня самым главным показателем было то, какая линза осталась на следующее утро. Очень часто я забываю снять ванны линзы, снимаю их в кровати, кладу рядом с собой и утром выбрасываю. Предыдущие линзы на утро превращались в такую маленькую-маленькую, скукожившуюся, очень жесткую пленочку. С этими линзами не произошло ничего. Они сохранили свою форму, были такими же круглыми. То есть в них намного больше влаги, она лучше удерживается. И они обладают высокой воздухопроницаемостью. По-моему, это так называется. Шестой фаворит это щетка для укладки волос. И я вам ее уже как-то показывала. Просто прошло уже полгода. И я считаю это своим спасением и находкой. Тут не написано модели. Я поэтому тоже подпишу внизу. Либо я ее просто не вижу. Как работает эта щетка. Вы наверняка видели подобные фены для укладки. Когда вы просто сушите волосы с помощью нее. И такие слегка подкрученные концы. Прическа выглядит очень ухоженно. И долго выглядит такой опрятной. А здесь принцип работы. По идее тот же самый. Только вы работаете уже по сухим волосам. Потому что это нагревающаяся панель. Как в утюжке. С помощью этого прибора я поняла. Как можно выглядеть реально ухоженной каждый день. И делать себе прическу ровно за 3 минуты. Вот сегодня у меня второй день после мытья головы. Я просто буквально потратила. Ну может быть минуту. Может быть 2. Здесь есть 2 кнопки. То есть крутится щетка и в одну и в другую сторону. Вы можете накручивать. И работает она вот так. По сути дела. Она еще не нагрелась. То есть сейчас завитка не останется никакого. Я вам покажу давайте чуть-чуть позже. Это мое спасение. Для людей которые работают. У которых нет времени каждый день мыть голову. Делать какую-то супер укладку. Это просто самая настоящая находка. 100% она немножко будет подсушивать ваши волосы. И портить. К сожалению это так. Как и любой утюжок. Потому что нагревается она достаточно мощно и сильно. Просто нужно защищать волосы маслами. Термозащитой. И все у вас будет окей. У меня на самом деле за это время появилось огромное количество любимых вещей. Теплых пальто. Водолазок. Я прям так основательно закупаться начала. И я сейчас подумала, что наверное лучше выделить для этого отдельное видео. Чтобы вам показать свои новинки. И я это обязательно сделаю буквально в следующий раз. А сегодня у нас тогда будет 7 фаворитов. И последнее что я вам хочу показать. Это ботиночки Sassos. Которые я носила очень часто. У них достаточно высокий каблук. Здесь он вообще не маленький. Но они настолько удобные. Я вам просто не могу передать словами. При этом мне очень нравится их дизайн. Он стильный, необычный. И немного брутальный. Я в обуви отдаю предпочтение именно таким парам. К сожалению, это не кожа. И я очень долго поэтому сомневалась заказывать их или нет. Но они потрясающе удобные. Поэтому меня вообще только они радуют. Я нисколько не жалею, что их заказала. И нога в них себя чувствует очень комфортно. То есть не потеет. Все с ними хорошо. Очень вам советую. Они там еще есть в продаже. Поэтому обязательно к ним тоже присмотритесь. Тогда на сегодня это все. А я вам еще обещала показать, как работает эта щетка. Она вроде нагрелась уже. Я не вижу нормально получилось или нет. Но в общем я думаю вы видите результат. И собственно это одна прядь. И она достаточно широкая. На всю остальную голову мне понадобится еще на минуты полторы. Но даже меньше. Серьезно. Поэтому я очень надеюсь, что вам это видео было полезным. Хоть здесь витамины, соус, чай и так далее. Но в любом случае пишите мне о своих фаворитах. О том, что вас выручают этой осенью. Спасают от депрессии. Я думаю, что это будет очень многим полезно. А вам желаю хорошего дня. Хорошего настроения. Если вам понравился этот ролик, то обязательно ставьте пальчики вверх. И не забывайте подписываться на канал. Все. Всем целую. Пока-пока.